Спасибо. Уважаемые коллеги, мне очень приятно выступать опять в этом зале перед, я бы сказал, наверное, наиболее технически продвинутой частью нашего комьюнити, которые представляют для нас самую активную и самую, видимо, значимую часть заинтересованных сторон, участвующих в управлении интернетом. И я хотел бы вкратце рассказать о том, что сейчас волнует корпорацию ICANN, вашего, так сказать, соседа, друга, коллегу. Сам я работаю в корпорации ICANN не так давно, чуть больше, наверное, двух месяцев, поэтому для меня тоже многое что в нове. Тем не менее, как раз на этот год, буквально на эти два месяца пришлось уже достаточно много разного рода важных событий, которые как раз хотелось бы упомянуть и ответить в этой связи на ваши вопросы, а может быть получить какой-то очень и очень полезный фидбэк. Мы сейчас сегодня в двух словах поговорим о том, что такое управление интернетом на, так сказать, на современном этапе. Два слова про корпорацию ICANN и ее текущих проблемах. И чуть более подробно остановлюсь на двух вопросах, а именно на заявление Департамента торговли США, которое вы будете завтра еще разбирать на отдельной сессии, и итоги саммита в Сан-Паулу, на этом мундиале. Почему это важно, и что в этой связи необходимо знать и помнить. Ну и, соответственно, останется время, буду очень рад ответить на ваши вопросы, поэтому приступаем. Управление интернетом. Вот даже уважаемый Андрей, который меня представлял, он назвал мою лекцию «Управлением используем интернетом». На самом деле я говорил про управление интернетом, и сразу же это показывает, что есть проблемы терминологического плана. Я остановлюсь об этом чуть попозже, на отдельном слайде. Хотелось бы просто сказать, что то, что мы понимаем под интернет-говернанс, определено было в 2005 году рабочей группой по управлению интернетом. Я напоминаю, что эта рабочая группа была создана генеральным секретарем ООН. Ее возглавлял заместитель генсекретаря Нитин Десаи. И перед этой рабочей группой, куда входило порядка 50 представителей самых разных стран и самых разных представителей различных организаций, были поставлены две задачи. Во-первых, дать понятие, что такое интернет, то есть дать definition of internet, и во-вторых, дать definition of internet governance. Соответственно, первую задачу рабочая группа решила очень просто, сказав, что то, что такое интернет, и так всем хорошо известно, поэтому останавливаться на этом определении нет смысла. Переходим по второму вопросу. И вот по второму вопросу было разработано определение, которое, опять-таки, может быть, и не является оптимальным, но впервые в этом определении, где говорится о процедурах, нормах, правилах, принципах и так дальше, появилось понятие, заинтересованные стороны, multi-stakeholders, которые бы здесь перечислены правительство, частный сектор и гражданское общество, то есть кто участвует в управлении интернетом. Как я чуть попозже покажу, это является достаточно важным и, в общем-то, политическим, или, скажем так, политизированным вопросом. Итак, применительно к управлению интернетом сразу же возникает вопрос вот этого multi-stakeholderизма, и в рабочей группе, в ее итоговом докладе, были упомянуты четыре организационные модели управления интернетом, различные варианты того, что и как делать. Ни одна из этих моделей до сих пор не адаптирована, но в свете тех предложений, которые были сделаны в марте месяцем правительством США, видимо, что-то из этого придется использовать, и здесь как раз позиция организации, такой как RIP-NCC, весьма важна. Итак, какие в этой связи есть терминологические проблемы? Во-первых, сложности перевода. На самом деле мы говорим на четырех разных языках. Вот даже когда мы говорим по-русски, называем одно и то же, фактически мы можем использовать и реально использовать до четырех различных вариантов. Во-первых, есть английский эквивалент, ну, применительно, скажем, к моей работе, это вот TLD, Top Level Domain. Все понимаем, о чем идет речь, что их бывает два типа, что их порядка сейчас уже 400, если не 500 и так дальше. Соответственно, нами, как вот людьми, живущими, работающими в России, есть уже и общепринятые, устоявшиеся использования на национальных языках. Ну, для нас, например, это домен верхнего уровня или, если применительно к тому, что называется Generic Top Level Domain, это домен общего пользования. Но чаще всего переводят именно так. Наконец, есть применительно как раз к русскому варианту некий официальный перевод, который сделан либо не русскими людьми, либо людьми, которые в России не живут. Поэтому вот то, что мы называем доменом верхнего уровня общего пользования, или еще проще, обычно называются GTLD, даже по-русски. Скажем, в документах ICAN до недавнего времени это все называлось RDVU, где R – это родовой домен верхнего уровня, что, в принципе, не очень хорошо звучит по-русски. И, наконец, помимо вот этих двух вариантов перевода на русский язык, есть еще и перевод законотворческий, законодательный. То есть, как этот же самый термин используется в нормативных актах, в законах. И там, как вы видите и знаете, очень большой разнобой. Например, применительно к тому же TLD, ну вот, например, к CC-TLD – это национальный домен первого уровня. С обязательным упоминанием слова национальный, географический, и не верхнего, а первого уровня. Вот, кажется, вроде бы какие-то мелочи, верхний он или первый, и так дальше. Но все это ведет, к сожалению, к большой неоднозначности понимания того, о чем мы говорим. И все это, конечно, было бы здорово как-то избегать. Дальше есть неоднозначный или неопределенный объем отдельных терминов, которые рождены по-английски и на любой другой язык, их очень сложно перевести. Классический пример – интернет-гавернанс. Что это? Регулирование, управление, управление использованием и так дальше. Кроме того, прошу прощения, как стали отмечать исследователи и эксперты, слово интернет-гавернанс даже по-английски может иметь два значения, как минимум два значения. Это governance of интернет и governance on интернет, которые имеют стилистическое различие даже для англоязычных коллег. Дальше идет multi-stakeholderism. По-русски это слово можно просто транскрибировать. Multi-stakeholder-ный. Ничего это, собственно, не означает. Переводится двумя разными способами. Либо за участие всех заинтересованных сторон. Спасибо, что кажется более точным. Или все чаще это начали переводить как коллективное управление. То есть принцип multi-stakeholder – это принцип коллективного управления, что может быть все-таки не так точно, но по крайней мере по-русски звучит чуточку лучше. Применительно к тем функциям, которые американцы собираются передавать в своем заявлении от 14 марта, появилось еще одно слово – stewardship. То есть это те функции, которые Иоанна исполняет по отношению к корневой зоне. Stewardship. Честно говоря, вот здесь уже даже квалифицированные переводчики достаточно сильно поставлены в тупик. Однозначного перевода нет. Приходится говорить о координирующих функциях, о направляющих функциях. Но вообще говоря, слово stewardship можно перевести по-русски очень красивым образом, поэтическим. Вообще говоря, stewardship – это служение. Но разумеется, когда мы говорим про интернет и про функции ICAN и SEAN, и уж тем более про Министерство торговли США, слово служение здесь по-русски будет звучать совсем неуместно, хотя, наверное, наиболее точно. И, наконец, к терминологическим проблемам следует отнести умышленную и случайную подмену понятий. Это мы тоже видим, к сожалению, достаточно часто. В документах, которые подписываются, заключаются, часто говорят про многосторонний подход, но под этим понимают не тот многосторонний подход, который multi-stackholders, понимает многосторонний подход нескольких государств, многосторонняя дипломатия, которая противопоставляется двусторонней дипломатии или односторонним заявлениям. И, к сожалению, в языках подобного русскому такого рода несоответствие возможно. Ну и традиционно уже, к сожалению, противопоставление международной информационной безопасности и кибербезопасности. Российская сторона, российский МИД и указ президента Российской Федерации, который касается, скажем так, кибербезопасности, он как раз называется международной информационной безопасности. В то же время международные документы, Будапештская конвенция, повседневное описание данной проблемы исходит из слов, которые начинаются со слова «сайбер» или по-русски «кибер». Все это, к сожалению, приходится принимать во внимание, когда мы говорим обо всех аспектах, связанных с управлением интернетом. Соответственно, как в управлении интернетом участвовать, мы это неплохо все достаточно хорошо знаем. Собственно, сегодняшняя конференция, она как раз и является одним из способов непосредственно участия в том, что мы называем управлением интернетом. Есть подобные РАЙПНССИ, ЕНОГО, форумы по всему миру. Есть специализированные организации, учреждения ООН. Есть международные форумы по управлению интернетом. Есть также региональные и национальные форумы. Российский прошел месяц назад в этом же зале с очень большим успехом. И вот появились новые форумы, которые обсуждают разного рода вопросы, связанные с управлением интернетом. Ну вот конкретно это недавно произошедший НЕТ Мундиаль. Чтобы это все пройти достаточно быстро, ну вот наиболее актуальные проблемы для Айкена, для управления интернетом, изложенные на этом слайде. Не хотел бы на этом останавливаться. И в двух словах про Айкен. Именно в двух словах, потому что, конечно, вы знаете, возможно, даже об этом больше и лучше, чем я, поскольку я в нем работаю всего лишь чуть больше двух месяцев. Когда я начал там работать, те, кто меня знают давно, знают, что я принимал участие в различного рода проектах, связанных с изучением, что такое Айкен. Я был членом рабочей группы по пересмотру политик в области ХУИС. Я также работал в рабочей группе по прозрачности и подотчетности Айкена. И вот теперь я внутри. И, соответственно, я задавался вопросом, почему, скажем, если люди, ну, скажем, недовольны работой Майкрософта, таких, конечно, достаточно много, у них все равно нет такого расточения или такой эмоциональности, когда они говорят про именно корпорацию Майкрософт, про то, что там кому-то что-то не устраивает. И, в общем-то, вполне объяснимо. И корпорация Майкрософт, как и любая другая коммерческая компания, она ориентирована на получение прибыли. Слава Богу, в условиях, когда экономика, основанная в изучении прибыли, есть конкуренция, не нравится что-то одно, нет необходимости критиковать, ну, не нравится какой-то продукт или какая-то платформа, нет при этом необходимости критиковать корпоративное управление в корпорации, которое такой продукт производит или реализует. Соответственно, можно обратиться в другой платформе, к другому продукту. А что касается Айкена, то эта корпорация была изначально создана как корпорация в общественных интересах. Public Interest Corporation. Это действительно юридическое лицо, по своей форме необычное для российского законодательства. Это существует только в Штатах, Соединенных Штатах Америки и в других странах англосаксонской системы права. Поэтому она была учреждена в Калифорнии, где, собственно, такая возможность учредить именно в такой форме была. Соответственно, исходя из того, что это корпорация публичного права, есть достаточно строгие принципы, по которым строится управление этой организацией. И, в общем-то, так или иначе, в управлении Айкеном может реально участвовать каждый из нас. И речь идет именно о том, чтобы все решения принимались наиболее прозрачным способом, с тем, чтобы количество неудовлетворенных этим решением, тем или иным решением, было минимальное, и чтобы у каждого было ощущение, что, по крайней мере, его выслушали. Выслушали, оценили его аргументацию и объяснили, почему то или иное решение было принято. Поэтому я вижу в своей задаче, когда я говорю про Айкен, когда я выступаю от имени этой организации, в первую очередь, может быть, даже нисколько показать и доказать, почему нужно соглашаться с теми или иными решениями, потому что всегда единогласия в плане того, кто что решил, не бывает. Всегда бывают какие-то недовольные. Но самое, видимо, главное – объяснить и аргументировать, почему то или иное решение было принято. Почему те или иные доводы, аргументы были выслушаны и отвергнуты, а другие аргументы были не только выслушаны, но и приняты во внимание, и, соответственно, тем самым решение было, скажем, модифицировано. Соответственно, задача – вовлекать в этот процесс принятия решений максимальное число экспертов, специалистов. И в этом плане я считаю, что голос России звучит еще не очень мощно. Наша задача – сделать все, чтобы авторитет российских пользователей, российских операторов, российских государственных деятелей был бы намного более мощен, звучен и, опять-таки, аргументирован. Зачастую говорят о том, что ICANN – он организация исключительно под контролем США. Неправда. На самом деле, кроме того, что штаб-квартира находится в Калифорнии, с Америкой связывают достаточно небольшое количество связей, которые в повседневной работе, скажем так, не ощущаются. Я, например, подчиняюсь англичанке, мои коллеги из самых различных стран мира и, в общем-то, опять-таки, готов на эту тему рассказывать долго, потому что здесь реально скрывать нечего. Какие конкретные проблемы в ICANN прямо на настоящий момент? Так получилось, что заявление американского Министерства торговли стало, видимо, главной задачей и главным вопросом, о котором мы поговорим чуть-чуть поподробнее. ICANN очень огромное количество усилий в настоящий момент направляет на развитие и запуск программы новых доменов верхнего уровня. Так или иначе, все мы в этом процессе участвуем. Разумеется, программа IPv4 и IPv6 – это то, чем занимается ваша уважаемая организация. И последние две темы, которые непосредственно связаны, в том числе и с тем, с чем я занимался, это обеспечение внятных, четких принципов подотчетности и прозрачности в деятельности ICANN, с тем, чтобы не было каких-то подозрений, с тем, чтобы мнение каждого действительно было бы учитано. И одно из тем, которое было озвучено на прошлогоднем заседании встреча ICANN в Дурбане – это новый хуиз. Новый хуиз. Пока здесь еще больше вопросов, чем ответов. Но, тем не менее, это также то приоритетное направление, которым ICANN занимается. Я думаю, что те, кто читали Дурбанский документ, они представляют, какого рода радикальные, фундаментальные изменения были предложены. И с тем, чтобы больше на ICANN не останавливаться, просто еще раз отсылаю всех на наш сайт, с тем, чтобы посмотреть, что и как. Сайт новый. Планируется, что он будет переведен на все языки, основные языки ООН, в том числе и на русский. То есть там вся информация будет дублирована на шесть языков. Соответственно, там много что поменялось, как материал представлен, что и как говорится. Опять-таки, было бы очень интересно услышать ваше мнение, что хорошо, что плохо. И сейчас я хотел бы перейти к рассмотрению вопроса о заявлении НТАИ и Национальной администрации по телекоммуникациям и информации, которая работает в рамках Департамента торговли США. 14 марта этого года НТАИ заявила о намерении передать функции в отношении координирования, скажем так, доменных имен интернета, то есть то, что я как раз упоминал под названием стюартшип, глобальному сообществу заинтересованных сторон, или по-английски Global Multistakeholders Community. Собственно, именно за то, что до сих пор это не было произведено, и является указанное обстоятельство основным аргументом в пользу того, чтобы считать ICANN организацией под контроль на американскому правительству. Соответственно, вот такое желание есть перестать таковым продолжать являться и изменить в том числе отношение к организации, как исключительно под контрольное правительство США. В качестве первого шага НТАИ попросила именно ICANN собрать глобальные стороны разного рода multi-stakeholder для разработки предложений по тому, как это должно происходить. Сейчас Аяна представляет собой фактически подразделение корпорации ICANN, но выделенное, у которых, в общем-то, все свое. И у меня, как у сотрудника ICANN, нет возможности ни физически находиться без сопровождения там, где работает Аяна, ни быть подключенным к их информационным системам. Действительно обеспечивается высочайший уровень информационной безопасности. У Аяна, напоминаю, пять функций. Это технические функции, обслуживание и эксплуатация корневого файла и обработка запросов на внесение его разного рода изменений. Как вы понимаете, запуском программы новых доменов таких запросов становится все больше и больше. Уже десятки единиц, так сказать, десятки в сутки, а в случае появления все новых и новых корневых доменов будет уже сотни, если не тысячи в сутки. Ну, соответственно, это достаточно серьезная работа. Так вот, ровно здесь, именно в этой функции, последнее слово до настоящего момента принадлежит NTIA, который фактически подписывает эти изменения. Вот NTIA от этого хотел бы отказаться. Дальше. Аяна отвечает за обслуживание и обеспечение общедоступности базы данных УИС корневой зоны, поддерживает адресное пространство IPv4, IPv6, автономных систем и делегирование блоков IP-адресов региональным регистратурам, включая RIPE-NCC, и присваивает уникальные значения различным параметрам, которые связаны с функционированием интернета, по согласованию с ИЭТФ. Вы это также хорошо знаете в своей повседневной работе. Наконец, Аяна до сих пор является регистратурой верхнего уровня для двух так называемых традиционных доменов. Это точка Инт, который существует для международных организаций, там несколько сотен доменов, и АПРА, традиционный домен, который восходит к временам, когда эта АПРА существовала и активно занималась развитием интернета. Какие были обозначены принципы передачи полномочий НТАЭ? Их четыре. Соответственно, если не будут выполнены все четыре, то, видимо, передача полномочий будет либо перенесена, либо невозможна. Во-первых, это поддержка развития моделей с участием всех заинтересованных сторон. Иначе говоря, никаких преференций к какому-то из этих заинтересованных сторон. А кто они, мы об этом поговорим чуть попозже. Дальше, это основная миссия, собственно, Айкена и Аяна, да, наверное, и Райпен-Сиси, это обеспечение безопасности, стабильности, отказа в устойчивости системы ДНС. Security, stability, resiliency. Вот три волшебных слова, которыми мы все руководствуемся в работе под обеспечением функционирования системы ДНС. Далее удовлетворение ожиданий заинтересованных сторон. Причем, поскольку важнейшей заинтересованной стороной являются национальные государства, правительства, то здесь не обойтись без того, чтобы то решение, которое будет предложено, устраивало бы и национальные государства. Это очень важно. Эти ожидания должны быть удовлетворены. И еще один весьма немаловажный принцип – это обеспечение открытости интернета. Никакие изменения, связанных с изменением функции обслуживания корневой зоны, не должны привести к нарушению принципа обеспечения открытости интернета. И здесь необходимо еще раз, так сказать, упомянуть о том, что вот в настоящий момент NTIA, ее роль в управлении инфраструктурой интернета достаточно ограничена. Во-первых, это сторона в соглашении с Айкэн о выполнении функции Айяна. Во-вторых, NTIA отвечает за внесение в главный файл корневой зоны. В-третьих, у Айяны, извините, у NTIA, есть соглашение о сотрудничестве с компанией Verisign на исполнение технических функций, которые от имени NTIA выполняются именно компанией Verisign. Соответственно, вот все эти три пункта в конечном итоге могут быть изменены, так как об этом договорятся заинтересованные стороны. Но при этом очень четко нужно понимать, что NTIA не инициализирует запрос о внесении изменений в файл зоны и не осуществляет каких-либо самостоятельных действий или оценку запросов о внесении изменений в файл корневой зоны. Все, что в этом случае проверяется, это соответствие выполнению установленных процедур. И последнее, что в этой связи необходимо еще раз, так сказать, уточнить, NTIA не имеет определяющей роли в разработке политики по стюартшипу или по координации системы ДНС. Поэтому заявление от 14 марта не касается методов разработки такой политики либо изменения этой политики. Это отдельный вопрос, который подлежит при необходимости обсуждению отдельно. Роль иных организаций инфраструктуры интернета не изменяется. То есть все, что касается функции RIP-NCC и других региональных организаций ICAN-а за вычетом IEN-а, изменения не предполагаются, по крайней мере, в настоящий момент. Дальше, NTIA не занимается непосредственным исполнением функции Аяна. Это только функции контроля. Поэтому роль ICAN в осуществлении функции Аяна не подлежит пока рассмотрению. Опять-таки, это может быть рассмотрено в комплексе, но не является предметом заявления. И, наконец, исполнение функции Аяна, что очень важно, не касается вопросов, которые не находятся в сфере ее основной компетенции. То есть вопросы защиты данных, вопросы кибербезопасности, фильтрации информации. Все, что касается персональных данных, в данном случае к тому, что делает Аяна, отношения не имеет. То есть речь идет о достаточно узком вопросе, хотя и весьма важном для как раз того, что мы называем корневыми функциями интернета. Но, соответственно, когда мы их оцениваем, мы должны понимать именно об ограниченности того, что предлагается изменить. Последнее важное, что хотелось бы отметить, это рассказать про глобальный саммит по перспективным вопросам управления интернетом, который состоялся в городе Сан-Паулу в Бразилии в конце апреля прошлого этого года, ну, то есть месяц назад. Его породили, как мы все знаем и помним, так называемое разоблачение Эдварда Сноудена, которое касалось в том числе прослушки телефонных разговоров и иных средств коммуникации, которые были направлены в отношении глав государств и правительств. Конкретно, наиболее эмоционально восприняли эту информацию две очень влиятельные женщины, одна в Европе, другая в Латинской Америке, а именно президент Бразилии Дилма Руссов и канцлер Германии Ангела Меркель. Вы знаете, что были инициированы даже проекты резолюции в Генеральной Ассамблее ООН и в качестве платформы для обсуждения механизмов, чтобы не допустить подобного рода, ну, скажем так, неприятных событий, было предложено созвать в апреле этого года глобальный саммит, пригласить к его участию все заинтересованные стороны и разработать документ, который бы отражал некий консенсус по поводу того, что сделать, чтобы не допустить новых, скажем так, разоблачений Сноудена и продумать, каким образом принципы управления интернетом должны быть изменены или сохранены на ближайшую перспективу. Участвовало в этом саммите почти полторы тысячи человек из 97 стран мира. Была делегация российских госорганов, которую возглавлял министр связи Никифоров. И непосредственно перед саммитом в Бразилии был принят специальный закон в части, так сказать, его всеобъемлющисти, его, так сказать, наиболее общих принципов, которые касались прав и обязанностей пользователей и операторов интернета, он беспрецедентный. То есть наиболее подробным образом описано все, что как бы может представить себе законодатель. Это было сделано впервые в Бразилии в этом году. Закон кратко называется «Маркус и Вилл». И он как раз начинается с того, что необходимо обеспечивать свободу частной жизни, свободу информации и прочий набор основных прав и свобод человека, которые должны быть гарантированы ему в киберпространстве. Был принят итоговый документ NetMundial Multistakeholder Statement заявление заинтересованных сторон NetMundial. И здесь указана ссылка, по которой вы можете найти. Он не очень длинный, я бы всем рекомендовал его прочитать. Единственное, что я до сих пор не могу найти его официального перевода на русский язык, но по-английски и там и так все понятно. И я не хотел бы сейчас подробно говорить об этом документе. Я бы хотел только обратить ваше внимание на его различия, различия, отличия от тех документов, которые в плане управления интернетом принимались и согласовывались чуть раньше. В настоящий момент, вот до NetMundial таким документом являлась так называемая Тунисская повестка дня Всемирной встречи на высшем уровне по информационному обществу. Это была целая серия конференций в Женеве, в Тунисе. В следующем году будет, видимо, еще одна. И вот на этих встречах государственные представители выражали свое отношение к тому, что мы называем управление интернетом. На NetMundial такое отношение также было выражено. И вот посмотрите, в чем можно, так сказать, отметить основную разницу. Слева то, что приняли в Сан-Паулу, справа то, что сформулировано в Тунисе. Когда говорят про управление интернетом, в пятом году говорили по-английски, совершенно очевидно, про International Management of Internet, руководство интернетом, администрирование интернетом. Соответственно, правительство и другие заинтересованные стороны в Сан-Паулу говорят про Internet Governance. Но, правда, не уточняю, имеется ли в виду Governance of Internet или Governance on Internet. В Тунисе заявлялось, что такое менеджмент интернета должен осуществляться на многосторонней основе, multilateral, имелось в виду многосторонняя дипломатия или участие многих государств, низких государств. В Сан-Паулу через 9 лет говорят про multistakeholders, про заинтересованные стороны, но не включая при этом понятия межгосударственные отношения. Если три первых типа заинтересованных сторон и там, и там перечисляются в том же самом виде, то есть правительство, частный сектор и гражданское общество, то в Тунисе отдельным четвертым актором в области управления интернетом или менеджмента указываются международные организации, межправительственные организации. В Сан-Пауло пошли по другому пути. Ну, в смысле, международные организации не упоминаются вообще, но добавляются еще три группы заинтересованных сторон. Это техническое сообщество, академическое сообщество и сообщество пользователей интернета. То есть вот в настоящий момент есть некий международный консенсус, что под участниками вопросов и процесса управления интернетом понимаются сразу же шесть сторон. Правительство, частный сектор, гражданское общество, техническое сообщество, которое не относится ни к частному сектору, негражданскому обществу, академическое, образовательное сообщество и сообщество пользователей. Достаточно радикальные изменения. И, наконец, что касается как раз в значимости и важности правительств, то для тунисской встречи характерно было специальное упоминание суверенных прав государств в области создания политики, касающейся интернета. Что касается в Сан-Паулу, то здесь уже говорится про гибкую форму реагирования на то, что мы говорим про роли и обязанности тех или иных сторон. Соответственно, здесь мы видим также, что достаточно смягчена оппозиция, причем здесь как раз достаточно активную роль играли и государства, которые участвовали в этом процессе. Сразу же следует сказать, что документ на этом идеале не поддержала три страны. Это Индия, которая заявила, что те вещи, которые написаны в этом документе, требуют согласования с индийской общественностью и с индийскими заинтересованными сторонами. Не поддержала Куба, которая заявила о том, что принципы Сан-Паулу как раз плохо сопрягаются с принципами тунисской повестки дня. И не поддержала Российской Федерации. На эту тему было сделано несколько заявлений, которые сводятся к тому, что мнения России по управлению интернетом не были приняты во внимание, что то, как проходил нетмундиаль, было не очень хорошо в плане того, что правила игры, правила составления документов менялись в ходе самого мероприятия. И был сделан также вывод, что если посмотреть документы, которые были приняты в Сан-Пауло, то они подтверждают право спецслужб стран, в которых расположены основные узлы обмен интернет-трафиком, на бесконтрольный сбор информации о гражданах всего мира. И что документ, который был принят в Сан-Пауло, будет способствовать установлению цифрового неравенства между развитыми и развивающимися странами, а также размытию принципа суверенитета. Россия не согласна с решением на этом идеале и не будет принимать во внимание эти документы в будущем. Здесь есть источник на сайте Минсвязи, где, собственно, об этом было сказано. Но единственное, что, коллеги, я бы хотел, чтобы подняли руки те, которые были до НЕТ-мундиаля, или, по крайней мере, вот сейчас, к настоящему моменту, знакомы с российской позицией, которую в НЕТ-мундиале заявили. Прошу поднять руку. Достаточно много человек прочитали. Я бы задал вопрос, а где вы это прочитали? Потому что непосредственно эта позиция была внесена в ходе уже начавшейся конференции. То есть, если она с кем-то обсуждалась здесь, в России, и была поддержана российскими, заинтересованы сторонами, это очень здорово. Это означает, что Россия отвергла эти принципы. И все, кто читали, участвовали в их обсуждении, могут объяснить коллегам, почему они считают, что это все неправильно. Если же этого не происходило, то это лишь и раз показывает, что, к сожалению, далеко не всегда российское государство, выступая от имени, скажем так, российских пользователей, операторов интернета, тем не менее учитывает то, что реально им было бы интересно. Ну и в завершении, по перспективным вопросам управления интернетом, опять-таки это так или иначе я уже отмечал, есть целый набор вопросов, которые мы все будем и работаем уже в настоящий момент, поэтому я надеюсь, что работы очень много впереди у всех у нас. Обратил лишь внимание на последний пункт. Все более громко и аргументированно заявляется о необходимости заключения универсального международного соглашения по управлению интернетом. Об этом достаточно громко говорят российские представители. И мне представляется, что это хорошая платформа для того, чтобы обсуждать эти вопросы и действительно двигаться к какому-то универсальному соглашению, чтобы снять какие-то подозрения, какие-то вопросы и согласовать то, как разного рода заинтересованные стороны из разных стран видят этот процесс. Возможно, мы как раз здесь найдем общий язык между всеми нами. Поэтому большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Микрофон не работает. А, теперь работает. Дмитрий Бурков. Михаил, во-первых, я хотел бы поздравить здесь, в этой аудитории, с назначением вице-президента Майкена. Потому что, во-первых, я первый раз вижу, что вице-президент Майкена используется по назначению. Надеюсь, так и будет дальше. Спасибо. Но на этом, на самом деле, закончим. Потому что мне... Я просто жалею, ты опять уезжаешь в роуд-шоу и завтра будешь то же самое проводить в Питере, избежав многих вопросов и дискуссий, которые бы нас ожидали завтра. Но я чуть позже... Потому что первый у меня вопрос. Зачем мы Айкену? То, что Айкен нам незачем, непонятно. А вот зачем мы Айкену? Дмитрий, можно вопрос на вопрос? А кого ты подразумеваешь под понятием «мы»? Вот то, что ты говорил, как раз техническое, комьюнити, все остальное. Потому что деятельность Айкена, уберем вот домены. Вот домены все. Все остальное, напоминайте. То, что мы входим как адрес support organization, это искусственное образование. Будем реалистами. Точно так же. Зачем по-прежнему нас пытаются вовлечь? С разными... Потому что я очень опасаюсь, на самом деле, и то, что ситуация с Айкеном, потому что они в паре. Фади с Ларри, они увлекли еще одного игрока. Сейчас это Конгресс и Сенат Соединенных Штатов. И то, что ты опустил, потому что это доклад более ранний, то, что на прошлой неделе. Теперь, например, вопрос будет рассматриваться и будет частью закона национальной безопасности Соединенных Штатов и так далее. И вообще, по-моему, дело, все эти действия всех правительств, без исключения, вообще я воспринимаю и характеризую, что тут случайно сформировалось отношение. Это дедос-активность. А мы все эти там несколько десятилетий занимаемся mitigation по нарастающей. И есть ли сие хорошо? Потому что вот весь этот, извини меня, словесный блуд, который даже в отношении подготовки к NetMundial назывался multi-stackloaderism, который сошел до сокращения MS-изм, который каждый раз по-своему. Это абсолютно бездарный, на самом деле, извините меня, декларация финальная. Произошел выплеск, на котором все спекулируют. О чем он? Ну, по-моему, это, на самом деле, нельзя все время уходить от ответа. Нельзя все время опускать, на самом деле, вниз дипломатические формулировки, избегая. Да, и можно я на правах ведущего сессии остановлю ваш поток мыслей и дам возможность Михаилу ответить на вопрос, который вы задали. Зачем мы ICAN? И, может быть, возразить на заявление о том, что ICAN нам не нужен. Спасибо. Значит, все в этом плане достаточно просто, если говорить про ответ на первый вопрос. Со стороны некоторых, опять-таки, участников комьюнити, не говорю, что всех или большинства, но, по крайней мере, некоторых, есть определенный негатив, который, в том числе, мы слышим сейчас от уважаемого Дмитрия. В любой конфликтной ситуации лучше выслушивать и договариваться, чем идти на конфликт, какими-то иными способами. Поэтому зачем мы все для ICAN, мы, я тоже себя причисляю к российскому интернет-сообществу, для того, чтобы нас выслушивали и обеспечивали то, что мы хотели бы сказать. Соответственно, ровно для этого ICAN нужен и всем нам, поскольку мы все являемся пользователями интернета. Интернет очень быстро развивается. Я, например, лет 10 назад настолько привык к 200 страновым доменам и штук 15 было общего пользования, что думал, что какое гениальное изобретение, какого количества доменов хватает для решения любой задачи. То, что произойдет сейчас, коренным образом поменяет вообще все, что связано, как мы видим, важность доменов как таковых. Мы, может, опять вернемся к IP-адресам, как основному фундаменту тому, как мы ищем информацию в интернете, особенно в свете какой-то фильтрации, которая предлагается в разных странах. Так вот, для того, чтобы при этом не совершать ошибок, и для того, чтобы услышать ваше мнение и предлагать решение, ICAN существует и ждет информации от вас. Можно, вот, Дмитрий, измечается над фразой «зачем?». Ну, вот, возможно, можно я отвечу, да? Возможно, в проклятых Соединенных Штатах Америки, а также не очень хорошей Европе, просто по-другому устроено принятие решений. Там не могут не посовещаться и узнать мнение всех заинтересованных сторон. И поэтому, поэтому, вот нам дальше, на следующий день нам Райб расскажет, каким образом мы можем повлиять, на вот Transition NTA и прочее. То же самое делает и ICAN. Там нет какой-то вот общественной организации, да, или вот корпорации публичного права, никакая, как Российской Федерации, да, которые создаются там под интересы отдельных людей. Вот там заинтересованы в нашем мнении. Давайте его выскажем, нежели чем просто промолчим. Хорошо, вот есть еще разогласие задать вопрос? Вопрос. Ну, во-первых, мне хочется прокомментировать по поводу этого идеаля, но я могу этого не делать, потому что это выбивается из регламента. Не выбьется, мы с большим удовольствием вас послушаем. Вот если посмотреть только на формальную сторону дела, то, конечно, событие было впечатляющее, то есть без всякого мандата, туда собрались представители из разных стран, правительства были очень серьезно представлены, и в течение двух дней делалось очень большое количество вкладов, очень толковых и очень квалифицированных. Очередь к микрофону, ну, к нескольким микрофонам в структурированной дискуссии просто не прекращалась. Вопрос. Михаил, вы знаете, какое количество, ну, хотя бы в процентах, предложений было учтено в результивающем документе? Ну, вот так, в проценте. У вас есть представление? Я не участвовал в этом мундиале, я не участвовал в его медицине. То есть нет представления? Я лишь могу сказать абсолютно точно, прошу прощения, Игорь, что все те инпуты, которые были посланы в те сроки, которые бы установлены в нетмундиале, они рассматривались все без исключения, я их также старался прочитать. Я очень жалею, что среди них не было российской позиции, которую в конфиденциальном плане я, разумеется, успел прочитать намного раньше, но я не мог ее никуда дальше послать и ее отстаивать. То есть проблема в том, что по той процедуре, которая была для предоставления инпутов, все инпуты были очень внимательны. Спасибо. Михаил, спасибо. Я поясню. Значит, регламента этой конференции четкого не было, он придумывался, менялся на ходу. И, в общем, это хорошо, это достоинство такой вот нерегламентированной конференции. Так вот, процент учтенных предложений он близок к нулю. То есть документ, какой он был, с минимальными какими-то изменениями, редакционными правками, он таким и вышел. И, собственно, вопрос был основной о статусе этого документа. Его назвали РАФ-консенсусный документ. Но, на самом деле, я думаю, что именно в этой аудитории все хорошо себя понимают, что такое РАФ-консенсус, потому что это процедура, если не ошибаюсь, придуманная в ИТФ, и она означает, что до решения собрания выбирает председателя, которому заранее доверяют, что если они не придут к консенсусу, обращая к этому вопросу, они доверяют его мнению, и он сформирует документ, отражающий основные вклады. То есть он привязан, он персонифицирован председателем этого мероприятия. Так вот, предложение России было, давайте сделаем это документом председателя. Он не является ни консенсусным, ни РАФ-консенсусным. И вот поэтому непонятный статус документа. Вопрос у меня другой. Вот после объявления НТАИ начался так называемый АЯНО-транзишн-период, в результате которого должны прийти к ситуации, когда, по крайней мере, исполнение функции АЯНО будет прозрачным, подотчетным уважаемому мировому сообществу. А оно таким не было. И вы, как участник ИТАРТИД-2, это прекрасно знаете. Да, так вот, в моем понимании, чтобы прийти к такому состоянию, нужно определить, идентифицировать и реализовать модель разделения функций. Ну, как минимум, определяющую разделение собственно технических операторских функций по исполнению АЯНО и, например, полиси-мейтинга, который делается в АИКН. В последнее время понимание, что нужно реализовать такую модель, я не вижу и не слышу в заявлениях АЯНО. Наоборот, очень много разговоров и даже не разговоров, ну, и слов, и предложений по проведению семинаров на ЭДЖЕФ, это свежее впечатление у меня от МАГА, о глобализации АЯНО. Вот ваше мнение, Михаил, ты понимаешь, что глобализация АЯНО, она противоречит достижению вот этого результата транзишн-периода? Спасибо. Спасибо, Игорь. Во-первых, я полностью подтверждаю, что те вещи, которые сейчас Игорь упоминал, они, в общем-то, были отмечены другими участниками, не только российскими, так что действительно не все действительно было может быть так хорошо, как это хотелось бы бразильским организаторам мероприятия, вот что было, то было. Теперь, что касается разделения функций глобализации, я, к сожалению, не имею права от имени АЯНО высказывать отношения вот согласные или не согласные, потому что АЯНО попросили собрать мнение и его консолидировать, то есть срок примерно полтора года, начиная с марта месяца, где-то через год мы должны понимать, какого на эту тему есть, есть ли консенсусы, или есть категорические разногласия. Но мне, как юристу, как человеку, который занимался вопросами интернета достаточно давно, мне близки те мысли, которые были сейчас Игорем высказаны. Я считаю, что в этом направлении было бы очень неплохо двигаться. И более того, если была бы сформулирована позиция по поводу того, как российское правительство предлагало бы эту проблему решить, я со своей стороны сделал бы все, чтобы она была принята во внимание именно при обсуждении этого вопроса в Айкене. Другое дело, что я вот, к сожалению, я не понимаю, когда мы начинаем спорить, что лучше глобализация или интернационализация, что лучше кибербезопасность или информационная безопасность, нужно очень четко понимать, что мы подразумеваем, когда мы противопоставляем эти два понятия. Россия традиционно выступает за интернационализацию, управление интернетом. Действительно, в последних документах, в том числе нет в Мундиале, больше говорится про глобализацию, но я, к сожалению, отрицательно вынужден ответить на вопрос Игоря, что я не понимаю в настоящий момент, в чем разница, принципиальная разница между тем и другим. Прошу прощения. Спасибо. Я хочу обратить внимание аудитории на два момента. Первый момент. Вот про НТА и транзишн, сбор мнения Айкан и так далее. Будет отдельный доклад завтра представители РАИПНСС, которые по поручению Айкан будут собирать различные мнения и точки зрения и так далее. Вот тот самый стейкхолдеризм. Завтра будет специальная сессия, этому посвященная. Пожалуйста, я приглашаю вас, вряд ли получится, обязательно приглашаю представителей министерства просто принять участие в дискуссии и высказать точку зрения. Мы не будем вырабатывать никакого документа, просто будет сбор мнений пока. И равно, как если вы смотрели на программу, вся программа этой конференции немножко менее техническая, и чем мы привыкли считать, очень много посвящено гавернансу, очень много, как Михаил Петрович, он и интернета различных вариантов, которые непосредственно нас касаются. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь высказываться, подходите к различным представителям международных организаций, которые здесь есть, принимайте активное участие. Спасибо. Еще вопросы, может быть, нет? Замечательно. Большое спасибо. Я вынужден. Спасибо.